Перед началом соревнований участников Олимпиады приветствовал исполняющий обязанности благочинного церкви Видновского округа, настоятель Успенского храма города Видно и эромонах Сафроний Горохольский. Я вам желаю всем хорошего настроения, доброго спортивного духа. И, конечно же, каждому из вас я желаю побед. Но побед не в играх таких и соревнованиях, а побед жизненных. Олимпиада воскресных школ Видновского благочиния проходила уже в одиннадцатый раз. В ней приняли участие семь команд. Конкурсную программу посвятили подвижникам Оптиной пустыни. Именно на эту тему было большинство вопросов. На первом этапе команды показали домашнее задание. В небольших спектаклях ребята рассказали о жизни оптинских старцев. Каждая постановка была уникальной. Вид театр придумали в Древнем Рине. И там хотели сделать постановку. И они обычно там ставили разные трагедии. В командном соревновании ребята отвечали на вопросы, посвященные истории Ветхого и Нового Заветов и по богослужению Православной Церкви. Еще один конкурс – «Оптинский цветник», в котором участникам нужно было по неполной цитате определить пропущенное слово. Справиться с волнением ребятам помогла поддержка зрителей, особенно родителей. Подготовка Олимпиады, по сути, идет в течение всего года. Самая основная начинается где-то, наверное, месяца за два, когда уже известна тема, когда уже даны примерные вопросы. Я хочу еще огромную благодарность выразить моему папе, так как он меня готовил, задавал вопросы. Ведущий Олимпиады, диакон Владимир, клирик, Богородица Рождественского храма села Тарычева, преподает закон Божий в воскресной школе «Логос». Рассказывает, что каждый его ученик старается попасть в команду, чтобы показать свои знания. Вообще подобная Олимпиада, она родилась еще в 2011 году, когда мы вместе с Дмитрием решили сделать подобное мероприятие. Тогда еще участвовали только две команды. Сегодня это семь команд, когда-то было 12 команд. И очень радостно, что дети приходят к нам ежегодно. Только один раз пандемию пропустили, а так и каждый год мы собираемся в стенах музыкальной школы, также в других школах собирались. Еще одним захватывающим испытанием стал конкурс капитанов. Мне кажется, немножко был неконкретный вопрос относительно моей части, потому что в книге было написано как бы два варианта ответа, и как бы было трудно выбрать один или тот, тот или другой. Мы будем стремиться к первому месту. Вот в прошлый раз мы заняли второе, здесь третье. Конечно, хотелось первое, но главное не победа, главное участие. Члены жюри конкурса отметили отличную подготовку всех участников. Жюри поразило, это как, насколько дети погрузились в материал, связанные с подвижниками Октяной пустыни. Действительно, то есть они постарались почитать про этих великих людей 19-20 века и рассказать нам об этом со сцены. По итогам Олимпиады третье место заняла команда победоносец Георгиевского храма города Видное. Серебро досталось Логосу, Богородице Рождественского храма, а победу в соревнованиях одержали воспитанники Воскресной школы «Светоч» Александры Невского храма. Наталья Буслаева, Кирилл Иванов, Гульна Рабалаева, Видное ТВ.